добрый день дорогие друзья с вами магия исцеления и марийка это почки тополя пока сейчас поставила мазь решила записать видео короткое видео мы насобирали примерно три жмени скажем так почек тополя пусть это будет 300 грамм почки тополя нужно собирать пока они не распустились и в этом случае у нас почки черного тополя потому что разновидности деревьев превышают сотню но распространены примерно вот тополь черный раскидистые огромные деревья но в принципе это не важно с какого дерева вы соберете почки потому что они в принципе действует так или иначе таким способом то есть содержит одни и те же самые химические элементы скажем так и не страшно если вы соберете с того или другого дерева но не в этом суть для мази я даже приготовила вот у меня в баночке перетертый порошок почки тополя это в том году мы перетирали потому что делаем составы и смеси трав смолотых и принимаем сами а также делимся ну не важно вам нужно мазь для этой мази не беру не воск ничего потому что я его делаю на жиру и советую это делать на жиру вот это нутряной свиной жир если у вас есть гусиный будет еще лучше но и так далее но в этом случае я беру обыкновенный свиной жир что можно у нас найти и так почки тополя они вообще обладают антибикроб анти микробным обезболивающим эффектом и снимают воспаление разного происхождения потому что содержит силицин и популин салицин салициловая кислота на очень хорошо помогает при многих недугах почки тополя что она сделает работу желудка они стимулируют это если заваривать да как в виде отвара стимулирует работа желудка я сказала уже почек и печени лечит бронхиальные заболевания воспалительные инфекциозные процессы мочи половых органов это значит циститы и всякие вот эти вот бактериальные заболевания улучшают рост волос если втирать отвар почек тополя волосы или же сделать спиртовую настойку и устраняет перхоть рекомендует отвар почек при простудах гриппе ангине бронхитах бронхиальных астмах внимание и даже туберкулезе действует они бактерицидно антимикробно противовирусно противовоспалительные болеутоляющим эффектом обладает ну и так далее что я хочу сказать из своего личного опыта мне очень нравится запах нравится скажем вот когда берете мазь в руки да вот она такая теплая солнечная обволакивает кожу она как мама вот эффект мамы да скажем так имеет это мазь ну и конечно на проме проверено уже потому что из личного опыта хочу сказать что при нанесении на бородавки такие висячие бородавки до папиллом и канделом и высыхают бородавки просто естественный процесс высыхания бородавок плюс если вы еще отвар будете принимать внутрь почек тополя то он отлично борется раз за разом с кандидозом в кишечнике да потому что бородавки все эти папилломы они лезут и выходят через кожу не из-за того что это кожные заболевания а это всего лишь из-за того что в кишечнике что-то не так что еще убирают пигментные пятна и убирают красные пятна разглаживают морщины хорошо помогает при фурункулах всяких воспалениях на коже в виде гнойных прыщей у одной женщины под грудью была такая шишечка твердая ну скажем с палец то вот с подушечку пальца большого пару лет она с ней ходила ходила я и дала попробовать просто растирать делать массажные движения и втирать эту мазь в шишку так вот через неделю это шишка стала как куриное яйцо конечно пришлось пойти к хирургу потому что кожа у нас скажем так на животе она такая довольно таки уплотненная не может иногда на них прорвать так вот она пошла к хирургу ей сразу же разрезали ее вышло столько много гноя и вообще сказали что хорошо что вышло наружу они внутрь в тело представляете если это ну в легкие прорвется просто было бы уже само собой непоправимая реакция организма на это вот укусы всяких насекомых разглаживает швы и после операции или примерно после рассечения кожи если у вас плохо срослась кожа и грубые швы имеются раз за разом она разглаживает геморрой очень хорошо вылечивает все что коснешься этой мазью мазь волшебная еще и люблю применение косметики потому что она обладает но неимоверным нежным эффектом рассасывает морщинки и просто бодрит кожу омолаживает в эту мазь при необходимости можно я его имею ввиду если вы хотите использовать в косметике то можно добавить примерно лавандовое масло можно добавить пару капелек витамина е ну сделать такой вот неприхотливый крем что касается мази исключительно важно для приготовления мази водяная баня то есть как вы видите я поставила керамическую посуду другую кастрюлю на самом нужно довести воду в кастрюлю до кипения сбавить температуру и тогда ставить жир с почками тополя сейчас у меня здесь две пачки жира каждая пачка содержит 250 грамм значит у меня 500 грамм пол килограмма жира вот и 3 жмений почек это мазь у меня будет стоять практически часа четыре если у кого-то есть печь русская это самое лучшее что не наесть вот в глине на горшок поставить почки тополя с жиром закрыть и поставить в печь в духовку как называется и чтоб она там томилась как меня бабушка тыкву с утра поставит то есть ставила и тыква до вечера томилась вот в этой печи в духовке вот так же и мазь тогда будет бесценный эффект все она вытянуть значит самое главное что не вода не мазь не кипит ни в коем случае нельзя допускать до кипения она томится 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 и потом прикрою крышечкой вот когда жидкость испарится лишнее я добавлю потом еще две пачки жира потому что это в этом случае концентрат я после чего добавлю две пачки жира и процежу через марлю и прям плотный несколько слоев марли процеживается этот жидкость и разливается по баночкам используйте маленькие баночки чтобы вы примерно открыли она хранится очень долго это мазь но когда вы откроете маленькую баночку вам будет хватать примерно ну скажем на месяца два а если вы большую банку откроете это просто будет как бы ну не эстетично не гигиенично делайте маленькие порции ну и конечно лечитесь очень хорошо забыла сказать что проверено когда вы втираете мазь из почки тополя в суставы снимает воспаление с тканей ну тем паче суставная боль она проходит хотя опять суставная боль полы появляется у нас из-за нарушения обмена веществ но иногда бывает вот переломы и так далее механические воздействия до повреждения кости но и такая боль снимается вот так что собирайте почки не ленитесь уходите на природу матушка природа она любит людей которые относятся конечно с любовью не собирайте больше чем вам надо и благодарите всегда природу и матушку землю и воду и ветер они все все помогают земле разродиться и дать нам бесценные бесценные лекарственных раз растения которые нужно как бы использовать чтобы они использовали тоже свое предназначение чтобы нас лечили но ни в коем случае не навредите природе природа она все увидит да вот с вами поделилась таким рецептом оставайтесь здоровыми пусть вам мазь это поможет если вы ее сделаете и пишите комментарии с вами была марийка подписывайтесь у нас телеграм канале магия исцеления а также в контакте на этом я с вами прощаюсь до скорых встреч пока